Ребята, всем привет! Приветствую вас! Очередное путешествие выходного дня. Латвия, Рига. Направляемся в сторону Тервата. По дороге около Елгавы существует вот такое крестьянское хозяйство. Литчи называется. Поскольку мы утром не покушали, а выехали мы в 8 утра, всегда заскакиваем здесь. Здесь, смотрите, какой тематический семейный ресторан. Сделано все по-домашнему. И в копилочку, если мы начинаем отдыхать, неплохо бы вот здесь подкрепиться, посмотреть на то, как оформлен деревенский интерьер. Находится ровно посередине между Тервата и Рига. Очень удобно перекусить, покайфовать. Но у меня дома, например, не так, как в этом гостеприимном месте Литчи. Середина маршрута закончена. И теперь мы уже из Елгавы двигаемся в Тервате. Обратите внимание, насколько шикарная латвийская природа. Зеленая, насыщенная, хвоя, можжевельник, дуб. И вот мы выходим за эти крутые поворотики и, собственно говоря, подъезжаем к Тервате. Вот это теперь въезд в Тервате, новый въезд в Тервате. Раньше он был совершенно с другой стороны, но сейчас тематический парк изменился. В него вложено денег. Обратите внимание на парковку. Или, так скажем, одну из. Это для того, чтобы приехать сюда в 10 вечера. Утро, извините. Здесь надо еще поискать место. Поставили машину. И теперь пешочком мы идем через дорогу вот по такому китайскому мостику. Ну, произведенному в Латвии местными умельцами, конечно, нашим мастер-оделором. И это прикольно. Вот такой эпический вход в парк. Парк природы Тервата. Стоимость можем видеть. 14 евро на семейный билет. Нам обходится. Ну что ж, начнем, пожалуй, с кофейку. 80 евроцентиков за кружечку кофе. А где здесь снежный человек находится? Снежный? Почему снежный? Ну, а какой ети? Ети? Нету такого. Как? Везде есть, а в Латвии нет? Нету такого у нас, да. У нас есть свои сказочные персонажи. Ведьма есть. Сказочный лест. Здесь она живет сегодня до пяти часов будет, да. У нас есть гномик, мама гномиков. Ты могу снимать? Нет, нельзя меня снимать. Я очень такая персона, которую нельзя снимать. Да. Потом здесь мама гномиков и дочка, да. Тоже до пяти? Тоже до пяти. Рабочее время до пяти. Ну, паровозик, да, с которым желательно тоже в течение дня проехать, да, это до пол седьмого. Да, можно звонить. Здесь эти точечки оранжевые, да, здесь смотровая башня, да, город гномиков новый, где строится. Да, очень прекрасное место, где пойдете наверняка, да. Можно звонить. В сказочном лесу здесь не надо звонить. Вот аттракционный парк тоже желательно с этого места. Уже в конце можно звонить, когда пройдете весь парк. Ну, и за вами приедет, и отвезем обратно в информационный центр за евро пятьдесят. Если будете с этого места звонить до информационного центра евро пятьдесят, и если хотите попасть в аттракционный парк, сделайте евро пятьдесят плюс евро пятьдесят. Три евро с каждого уже, да. Потому что надо немножко подумать, попланировать, чтобы бюджету как-то... Не был унесен урон. Да, да, да. Спасибо. Ну, заметили, да, это просто водитель тепловоза. Не его дело. Ну, парень подсказал, как сэкономить. Например, понимаете, то есть вот бизнесмен, который себе в ущерб подсказывает, как моей семье сэкономить. Позитивен, да. Говорит на всех языках. Не его это дело, вот повторюсь, прям неинтересно. Но в этом вот все Латвия. Видишь, что ребята не понимают, куда приехали. Дай подойду, помогу, объяснил. Это тематический парк, природный парк, поэтому здесь все эко и все сказочно. Обратите внимание, вот грибы. Ребята, втыкали грибов сотни. Прям вот куда, если в глубину посмотреть, там устанешь и считать. Вот такой интересный яс с грибами. Но детям же интересно, посмотрите. И трехгодовалый, и пятнадцатикодовалый. Сейчас мы входим в деревню гномиков. Вот мы просто идем по лесу, и по пути нам в деревню гномиков. Опс, кролики. Интересно же кролики, да, детям? Интересно. Вот тут живут гномики. Похоже на этот сруб, в котором как будто бы живут гномики. Хотя, может быть, и живут. Сейчас проверим. Здесь, смотрите, живут овечки вдоль их. То есть можно покормить овечку, погладить ее. Посмотрите. На природе. Гляньте, как сделано для овечек гномик. С любовью, согласитесь, это сделано. А низкоэнерческим подтекстом. Внутри можно покушать. Это кафе? Ну, как оно оформлено, это кафе? Вот, глядите. Вы где-то такое кафе еще видели? А тут запахи. Вот эти вот все растения, которые собраны в этом лесу. Ммм, просто кайф. Зимой здесь вообще мега интересно. Здесь бесплатно поют вас с горячим чаем. Угощается возможными угощениями. А вот прямо вот здесь в котелочке варится чай. Ты подходишь к себе, наливаешь стаканчик и пьешь. Но это когда холодно. Сейчас не очень холодно. И сейчас просто раскиданы такие сухие пахнущие растения. И там гномик сидит, что-то делает. И предлагает тебе поучаствовать либо в тематических играх. Либо рассказать что-то интересное из-за рассказок. Ну, на двух-трех языках. Либо просто порисовать. Но детям нравится. А вы ведь приехали сюда ради детей. Правда же? Это же семейное путешествие. Все, вот ребенок сел. Его не оторвать. Я буду рисовать. Ну, хорошо. Подождем пока порисует. А здесь еще один гномик предлагает сделать очень интересную штуку. Такое панно. Рассказывает, для чего она. Историю этого панно. И вы можете присоединиться. И каждый из посетителей забивает по одному гвоздю. И в конце концов получается интересное панно. В игру поиграть. Смотрите, как мы забиваем гвоздь. Со скольких ударов кто забьет гвоздь? Мелочь, но приятно. А то, говорят, мужики гвоздя забить не могут. Потренировались наши мужички. Тимур сейчас пытается забить гвоздь со шляпкой. И внести свою лепту в такое общее панно. Он на заднем фоне у него со спиной. Каждый из мальчиков забивает один гвоздь. Каждый из девочек натягивает одну ниточку. И вот все посетители этого парка вместе делают вот такое интересное панно. Птичку. Представляете, какое коллективное творчество? И можно общаться с гномиком. Смотрите. Он вам советует, как это сделать правильно. И вы оставляете частичку своего труда в природном парке Тервит. Семейное путешествие. Я его себе так и представлял. У нас подростковый период у Алены. Но вот здесь не капризничает и камеру не выключает. Заинтересована даже вот ее. Тимур прям оторваться не может. Все, у него есть цель. И забьет этот чертов гвоздь. Ника тоже пытается как-то участвовать в этом. Ну, все дети задействованы. А идея это забить гвоздь, ребят. То есть забить себе просто гвоздь может превратиться в шоу выходного дня. В природном парке Тервит. Забивай ты уже этот чертов гвоздь и пошли дальше. Уходим мы из поместья гномиков. Там внутри еще есть ресторан. Ну, дорогой, но вкусный. Нам не по карману, мы в другой раз в него зайдем. Когда разбогатеем. А сейчас движемся дальше. И по пути мы наталкиваемся на деревню гномиков. Деревня гномиков сейчас подвержена реставрации. Половина шикарных домиков закрыта, либо демонтирована. Но я думаю, на следующий год они исправятся. А мы обязательно приедем и проинспектируем. Вот такие маленькие домики. Чем они интересны? Тем, что ребенок может убежать от родителей. Залезть внутрь, а родители его оттуда не достанут. Деревня гномиков. Гномики делятся на разные такие касты. Земляные. Гномики, которые живут на деревьях. Гномики, которые живут в избушках. И я не помню, какие эти гномики. Ну, есть еще вот такая деревня гномиков. Это, кстати, самая современная. Она построена была в том году. Вы можете приезжать в Торвита в год три раза. И это не будут три одинаковых путешествия. Я приложу ниже видео о предыдущих путешествиях. Сравните их. И то, что вы увидели тогда и увидели сейчас. Это будет совершенно разное увидение. То есть в Торвита нельзя сказать, что я был. И мне там понравилось или не понравилось. В Торвита можете приезжать. Я говорю, несколько раз в год. Это будет каждый раз разное путешествие. Это лес, природная тропа. Вот вы повернули в другую сторону. И попадаете уже в другую сказку. Как налево пойдешь, коня потеряешь и так далее. Это примерно от Торвита. Новая деревушка. Вылезная, идеальная, продуманная. И здесь можно, по-моему, потеряться на пару часиков точно. Дети не отпустят вас отсюда. Шикарно сделано. Здесь внутри можно перекусить. Вкусное мороженое, кстати, очень. Вот. И в каждый домик можно заходить. Он каждый тематический. И в каждом можно поиграться. Чем-то заняться. Состояние. Состояние идеальное. Концепте. Это просто шикардос. Торвец находится на границе между Латвией и Литвой. И вот тут, господа литовцы, вас приглашаю посетить нашу латвийскую достопримечательность, за которую не стыдно. Примерно три запасителя. Это и есть литовцы. 70-ти это местные. И чужие здесь не ходят, потому что не смотрели мои ролики и не знают об этом месте. Количество колясок и детей мы видим. То есть это путешествие для семьи. Семейное путешествие. Поэтому здесь можно перезнакомиться и родителями с родителями, и детям с детьми. Санузел комфортный, теплый в любое время года. Помыть ручки, привести себя в порядок. И заходим в тематические домики. Играем в тематические игры. Прилег, да? Отпустил наш поселок с гномиками. И движемся мы дальше. Время пролетает здесь незаметно. Приезжаешь в 9-10 часов, всегда уезжаешь в 7-8, и все не прошел. И хочешь еще всегда вернуться. Лес сказок. Заходим в лес сказок. Эти две башни говорят о том, что мы перестекли границу леса сказок. И тут что-то уж слишком все сказочно. Смотрите, какой сказочный забор. Какие сказочные вещи. Это метла бабы-яки. На нее можно сесть втроем и полетать. Вы мечтали полетать на метле бабы-яки? Их есть у меня. Здесь домик, где живет вор. Помощник бабы-яки. Вот, Тимурка полетел на метле уже. Черный кот, охранник бабы-яки. Те же, наконец-таки, бабы-яка. Кстати, существует она или нет, как вы думаете? Сейчас узнаем. Минуточку. Что-то там народу собралось. Какие-то штучки, дрючки повешенные. Качели. Смешной олень, да? О! А вот и бабы-яка, она, оказывается, существует. Сейчас мы посмотрим ее честные глаза. Но похоже на рада гостям. Она их развлекает здесь. С 8 до 5 вечера. Зимой здесь горит костер. И бабы-яка, не поверите, угощает всех чаем. Чаем, который из местных трав сделан. Прямо вот из котелочка. То есть, у гномиков чай зимой попили. У бабы-яки чай зимой попили. А сейчас в осенью не было чая. Но была избушка оригинальная баба-яки. Посмотрите. Вот тут живет настоящая баба-яка. Да, и в сказках. Та картинка, которую вы много-много раз видели. Вы сейчас можете залезть в избушку с бабой-ягой. И посмотреть, что она действительно существует. А не просто детей пугают бабой-ягой. Ее нету дома. Дети обрадовались. Поэтому они попадут сегодня в свой дом, видимо. Грибочки. Грибочки считалочка такая. Это все в поместье бабы-яги. Баба-яга нас накормила и отпустила с ценными советами. И нам пора двигаться дальше. Куча мухомуров по дороге. Сейчас мы были на горе. И спускаемся с горы вместо детской площадки. Наши вот такие лошадки. Мы можем на них покататься. Погладить. Есть пони, есть большие лошади. А есть детская площадка. Она мега длинная. Чтобы пройти всю эту детскую площадку, идет минут, наверное, 40. И поэтому не каждый ребенок это вытерпит и выдержит. Ну, гуру осилит идущие. Длинная, длинная, длинная. А вот обещанный паровозик. Но мы немного устали, вы понимаете, да? Уже все вместе сложить. Мы порядка четырех часов потратили на этот парк. Нам пора бы подкрепиться. И на помощь нам приходит шикарный паровозик. Просто шикарный. Наконец-то мы его дождались. Ножки наши устали. Дети хотят кушать. Здесь на детской площадке тоже был ресторан. И у гномиков был ресторан. Хороший семейный совет. Это не для вас. Семьями я сейчас покажу, где нужно кушать. А это молодые парочки. Пускай не проводят время здесь. Поехали мы на нашем паровозике. Полностью стеклянный. И крыша, и окошки. И по дороге, когда едем, не забывайте, что это лес. Иногда бывает, редкость не бывает, что, например, 3-4 косули пробежит здесь. Лиса может пробежать. Зайчик. Это все-таки лес. И неплохо бы вглядываться в окна детям. По пути мы увидим места, которые мы не посетили. И ставим себе галочку, что в следующий раз мы в них обязательно заедем. На вот то место, которое рекомендовано для посещения, для того, чтобы перекусить, покушать волшебной недорогой еды в изумительном месте. Это кафейница с придыши. Она находится перед основным въездом. Вот старый въезд. Второй, это раньше был здесь. Смотрите, 3,30. Цена была прекрасная. Но средний чек здесь, скажем так, на семью может составлять 5 евро. Да-да-да, 5 евро на человека. Все включено. Покушать изумительно. Дубик, на котором миллион заборечников. Это Анна. Аннала. Поэтесса нашего атмосфера. На моей спиной находится домик самой известной сказочницы Латвии Анны Бригатиры. И раньше, ну, когда раньше? 10 лет назад. 10 лет назад все начиналось именно вот с этого места. То есть школьников привозили в этот замечательный домик. Рассказывали сказки. Богатые сказки. Добрые сказки. Сказки, в которых, собственно говоря, была вся Латвия. Дальше на этом месте собирались все экскурсии около памятника известной поэтессы, назовем ее так. И бабушка всех латвийских сказок придумала, соответственно, все сказки вот в этом замечательном парке. То есть все самые известные сказки Латвии были придуманы и написаны вот этой вот замечательной женщиной. И были они написаны в этом парке. Раньше было такое понятие, как тропа Анналы. Тропа Анны. И люди, то есть дети, гуляя вот по этим тропам, им, экскурсоводы, рассказывали сказки, которые были написаны самой Анной. Где они написаны были, в каком месте. То есть здесь на каждой горке, на каждой сопке есть свое какое-то произведение, которое было написано этой замечательной поэтессой. Не поэтессой, сказочницей. Смотрите, указатели. Этим указателям порядка 15-20 лет, но они еще держатся. И здесь нет туриста. Когда пришел у нас Евросоюз, конечно же, мы получили независимость. Это огромный плюс. Тот парк, который вы сейчас видели, он был, конечно же, отстроен на деньги Евросоюза. С одной стороны, мы получили независимость, потому что у нас теперь есть средства, на которые мы можем обустраивать такие замечательные парки, которые, надо сказать, ничуть не уступают европейским. Если мы посмотрим на наш паровозик и посмотрим на такой же паровоз в Португалии, мы лидеры. И очень многие вещи здесь сделаны уникально, очень круто. Но, с другой стороны, когда ты становишься частью Европы, ты обязательно теряешь свою идентичность, обязательно теряешь часть своей независимости. И сейчас здесь действительно очень большое количество посещения народа, но люди едут сюда за релаксом и за экшеном. Латвии здесь все меньше и меньше и меньше, а Европы все больше и больше. И надо сказать, это, конечно, не Евросоюз в этом виноват, а виноваты самые местные. Почему у нас бы не сделать и не вложить часть средств действительно в нашу идентичность? Ведь это наша, вот наша тропа. Но на нашей тропе пусто. И здесь нету тысячи туристов, они ходят немножко правее, и сюда приходят ветки и люди для того, чтобы вспомнить, как это было. Например, вот этот мостик, который за моей спиной, он 930 года. Это своеобразный архитектурный шедевр. Например, дом, которым жила известная сказочница, это тот самый дом, в котором жила Латвия. И в нем все уникально. От начиная с вода крыши, достроения структуры стены, окон, планировки помещений, это все уникально. Но не найдете вы экскурсии, которая вам расскажет о этой части Латвии. Вот такая вот капля, наверное, дегтя в бочку меда. Но если вы приезжаете сюда для того, чтобы получить кайф от своей семьи, это хороший европейский отдых. А на сегодня все. С вами был Владимир. До следующих встреч. А когда-нибудь тропе в Тервитте. И мы посмотрим, как это выглядело раньше, и сравним с тем, как это выглядит сейчас. Вот теперь все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok